Добрый день всем кто пришел в начале такой маленький ролик чтобы наполнить вам кто есть кто и подумал что делает белая девочка ночью где-то среди толпы монстров с учебниками похватывая физик она я его замыслом недоброе ей навек лет восемь не по возрасту предмет я решил она не таким как тонн груз отряд давно разыскивает одного экстремиста псевдоним кого-то он стремится любым способом устроить ядерный взрыв морожен работал по его заказу крис такер марк волтер переоделся защищать страну от врагов внешних и внутренних не очень получилось так же многие могут знать его по озвучке волан-де-борта в гарри поттере и когда сапогах из шрека альтаир ибн ла архат ассасин скрит и ассасин скрит revelations похоже сейчас платишь ты друг море тебе больше не заработать на чужой боли отлично уже предвкушаю их смерть джим рейнер starcraft 2 я слышал тебя заморозили по жизни что дали отпуск за хорошее поведение джоэл the last of us не бросай меня пожалуйста не бросай меня сам геральт геральт из риме ведьмак 2 и ведьмак 3 дикая охота звук трудно измять его границы размыты если надо будет выбирать между одним сломки другим я не буду выбирать вовсе спасибо большое спасибо огромное это к тому чтобы вы понимали какое отношение я имею к сегодняшним теме которое называется чудеса дубрижа больше чем озвучки и как расшифровать название скажем этого выступления каким образом это происходит у кого-то происходит просто получается озвучка у кого-то нечто большее и это чудо на самом деле остается с нами надолго оно становится частью нашего детства частью нашей какой-то семейной истории порой вот в моем детстве очень огромное влияние на меня допустим оказали детские сказки которые были тушко роу вот если кто постарше может быть помнят там Василиса Прекрасная колёк-горбунок варора краса длинная косача королевство коевых зеркал вы смотрели те кто помнят как тушу вот все таки там же как раз появлялись первые как сейчас говорят мемы мемы нашей юности это когда там в аварии красе палец миляд высовывался из шайки и говорят louh suchen ia Мы ходили и цитировали потом в школе, и каждый друг-друга понимал, о чем будет речь. Так как сейчас наши дети, благодаря всяким соцсетям, цитируют какие-то другие вещи. Также, допустим, я не знаю, был такой фильм «Не бойся я с тобой» приключенческий, который мы просто растаскивали на цитаты и им разговаривали. Особенно там все происходит в советском Азербайджане, когда туда ехалось, она мигналась, обратно едут, самыми гонятся. Какая интересная у людей жизнь. Как он поет, как он поет, еще чуть-чуть, я не смогу его убить. Вот это вот, помните, нет? Да, вот замечательно. И, конечно, советские мультфильмы, то есть как бы и Карлсона цитирули «Чебурашку», и, безусловно, «Грампластинки». Тогда, соответственно, не было еще ни кассет, ни дисков, а были «Грампластинки» и был радио, где шли замечательные аутовские игроки, тоже, значит, «Маугли» с замечательными голосами, там, Анатолий Дмитриевич, Папанова, и тот же «Чебурашка» был и «Грампластинки», «Карлсон», который, допустим, такой был замечательный артист у микрофона Николай Литвинов, который в «Карлсоне» озвучивал Карлсона по-своему, не так, как в мультфильме «Василия Борисовича Ливанова». И, допустим, такая была сказка «Буратино», «Приключения Буратино», там он вообще озвучивал у всех персонажей один. Где-то ему, конечно, там обрабатывали голос, но, в принципе, это было очень интересно, потому что он говорил и за «Буратино», и за «Карабаса», но «Карабаса» не читал сказку, а именно играл за всех. Это было очень интересно. Также, опять-таки, была передача «Радиогняня», в которой в игровой форме, опять-таки, можно было обучаться математике, биологии, химии, истории. Я и к чему это все говорю, каким образом это связано с сегодняшней темой. Так вот, чудо происходит, если происходит совпадение и взаимодополнение персонажей. Когда вы не просто озвучиваете отстраненного, не просто копируете того, кто, значит, на экране, не копируете его интонации, не копируете его тембр. Нет, это главное. Нужно пытаться... Потому что копия всегда уже оригинал. Даже если вы озвучиваете самого себя, я не знаю, кому-то приходилось, что-либо озвучивать, ну, вот даже если вы озвучиваете самого себя, то пытаться попасть в себя очень сложно, особенно если вы пытаетесь просто скопировать то, что вы уже сделали. Если вы просто копируете это, то вы на 30% себя уже как минимум объединяете, потому что вы пытаетесь повторить его. Нужно не повторить, а пытаться вжиться в те же обстоятельства, в которых вы когда-то снимались. Соответственно, а в дубляже нужно слиться с тем человеком, которого вы озвучиваете, который на экране, понять его образ мыслей, расшифровать язык тела. Вот я внутренне двигаюсь так же, как он. Я думаю, как он. Я не могу не сказать тогда, если я думаю, как он, в определенный момент тот самый текст, который написан. У актеров есть такое упражнение, что вам было интересно. На первом курсе актеров есть упражнение с зеркала. Чтобы вы поняли, что это значит, я вам предлагаю сейчас, вот как вы сидите, посмотрите на того, кто справа от вас. Ну, то есть как бы тот, кто справа друг на друга. Тот, кто справа, да. Ближайший парень, можете посмотреть. Вот, да. Рассмотреть. Рассмотреть глаза, уши, нос. Понять, о чем человек думает. Какая улыбка. Какой у него любимый цвет. Вот посмотрите, посмотрите. Не на меня, но вот, да. Вот на то. Вот. Какой у него любимый цвет. Какой у него патронус. Если кто-то понимает, что это такое, да. Кто не понять, что это патронус, надо срочно прочитать Гарри Поттера, да. Или пересмотреть фильмы с Гарри Поттером. Понять, какой патронус, да. А теперь один из пары просто может мимикой какие-то делать движения, а вы пытаетесь повторить. С одной стороны это смешно, с другой стороны это позволяет проникнуть в того человека, который напротив вас. Представьте этого человека, который напротив вас 5 лет. Да. Какой он был в 5 лет, представьте. Знали вы, не знали вы, представьте. Какой он был в 5 лет. Какой в 30. Какой в 60. Вот это на самом деле простое упражнение на познание. На первом курсе актеры учатся опять таким образом, значит, оно там дальше имеет развитие, это упражнение, то есть, соответственно, не только мимику, но и предсказать движение, которое, значит, партнер сделает и так дальше. Вот это очень важно, на самом деле, в дубляже, потому что благодаря этому ты учишься предугадывать, понимать человека, который перед тобой, в данном случае на экране, и иди за ним. Ну, в основе всего всегда некая игра, но игра не такая, как бы, как сказать, не в пошлом смысле слова, в каком-то таком избитом, да, а игра с большой буквы, интересная, по-настоящему, игра в глубинном смысле, чем глубже ты проникаешь в человека, тем интереснее и разнообразнее будет твой персонаж. В тексте всегда прячутся некие слова эмоции, слова смыслы, слова ассоциации, слова предметы, и чем больше вы сможете придумать каждому, то есть, расшифровать ключи к каждому слову. В жизни мы это делаем просто мимоходу, не задумываясь, потому что мы действуем, нам что-то нужно, и мы действуем. В дубле же это нужно, в принципе, как бы расшифровать. Это такой разбор текста. И чем больше вы ключей подберете к тому или иному тексту, то тем больше появятся, как говорили великие, внутри текста и между разными смысловыми кусками некого воздуха, некого шампанского, неких каких-то таких эмоций, которые потом передаются зрителю и считываются. На простом примере давайте я вам объясню, что такое как-то, да, расшифровать. Вот всем известно, Василия, Варона и Лисиц, когда она учила, да, в детстве. А если идти, опять-таки, более старшее поколение вспомнит, когда, если ее прочитать так, да. В вороне как-то Бог послал кусочек сыра, но ели ворону взгармознясь, позавтракать совсем уж было собралась, да позадумалась. А сыр во рту держала, на ту беду леса, в лесу, как капитала, лисица видит сыр. Лисицу сыр бредил, плуток оттерял, но в цыпочках подходит, как тих, хвостом с вороны, глаз не сволит и говорит так сладко, чем пиржа. Го-о-о-ол! Ловушка, так хорошо, вот допустим, да? Можно так это прочитать, можно там, опять-таки, если брать, когда Алютиков недавно попросило, то там, когда. Вороний как-то Бог послал кусочек сыру, наех ворону взгармознясь, позавтракать совсем уж было собралась-то. Вот, и можно продолжать также играть с такими смыслами, тогда у тебя возникают свои какие-то паузы, ассоциации, либо, вот, более, значит, мимичному молодому поколению знакомой, когда. Вороне как-то Бог послал кусочек сына на ель ворона взгромостясь, позавтракать, совсем уж было собралась и позадумалась, а сиварту держала, на ту беду лиса, лису ольга держала, лисик заведит сил, лисицу сиплинил, но то, как к дереву на цыпачках подходит, и от их хвостом с воровик глаз не сходит и говорит, так сладко чудыша, голубушка, как хорошо, что за шеи, что за глазки, рассказывает так прямо сказки. Ну, вот, это такие примитивные, скажем, смыслы. И, соответственно, у нас получается, что таким образом артист, если он выстраивает свой внутренний мир, он выстраивает миры вокруг себя. И возникает то самое, вот как у нас обозначено, дубляж это значит, чудеса дубляжа, это не просто озвучка. Когда артист не просто ремесленник, никогда он озвучивает для денег, а прежде всего он озвучивает для вот чего-то такого, что-то такое сказать миру, что может сказать только он. Мы достаточно давно дружим с Аскольком Вальтеровичем Запашем, и я помогаю, значит, делать какие-то шоу, которые идут сейчас в большом московском цирке. И он как-то сказал замечательную фразу, я ее периодически повторяю в разных интервью, но она мне еще понравилась. Фраза такая, он говорит, вы своими голосами рисуете картины. Он большой фанат кино, и вот мы таким образом и познакомились, когда он вышел у меня, чтобы озвучивать их шоу, и когда люди ходят в цирк, в том числе есть еще и некая узнаваемость голосов. Чтобы не быть голословным, я не знаю, был ли кто-то из вас в цирке, некоторые были. Дмитрий, можно номер пять включить? Смотрите, парни, явная удача. Пустите, прочь немедленно, иначе... Иначе что? Я начал кричать. Да брось. Здесь все на это наплевать. Не можешь, детка, ты не знать, что люди тут ночами стали нападать. Мой человек, как долго мы тебя искаем. Мы тут такие, что главное. Мне показалось, что ты сильно приложилась головой, когда упал. Мисс, слушайтесь, капала. Святой отец, ваш выход. Держите эту тварь покрепче. Димити Эй, Тонар. Сейчас мы будем рады тебе представить остальных участников команды. Знакомьтесь, с Эй, Тонар. Моё почтение, Эй, Тонар. А это Гюкшер. Вот же так. И Эй, Тонар. Топички, лав, и Гюкшер. Сверхпетером мы просто смертоносны. Сверхпетером мы просто и вы хотите спокойно с ним. Здравствуйте всегда. Тебе очень удивительный поход. И вы меня хотим учить. Мы не хотим твоим осуществиться. И готовим и планы и интересы а мы можем о них расскажем. Узрите, подданные королевы ночи, новую хозяйку. Друзья, вашу пол, я прерываю вашу пловицу. Слышно. Вы начнала с лишнего позабавить? Нет, я не могу нахать, но тебе не не нахать, но главное не знать, что нахать, но 4, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 7, Субтитры создавал DimaTorzok Мария Фортунатова, Иван Калинин, Владислав Кок и другие. Состоялась эта программа, но эта программа, к сожалению, просуществовала в 19-20 году, потом из-за пандемии была закрыта. Но сейчас в Большом Московском цирке идет, допустим, по древнегреческим мифам программа, которая называется «Легенда». И там огромное, то есть не огромное количество, а несколько, опять-таки, замечательных артистов дубляжа принимали участие в этом и подарили свои голоса древнегреческим богам. Так что, если у вас есть возможность, можете, опять-таки, насладиться и тем и другим сходить в цель. Вот, благодаря голосам, картинки становятся более глубокими, многогранными и заставляют задумываться. Если сам человек, который стоит в микрофонах, он принц тоже задумывается о том, что будет после нас, о некой ответственности, о том, что говорит перед микрофоном. Так, у нас не так много времени, давайте я еще быстро скажу про гигиену в микрофонах, может быть, кому-то это будет интересно, да? А потом перейдем к формату вопрос-ответ. У нас еще есть там микрофон, если вам что-то захочется спросить, вы пока обдумайте. Я быстро скажу, что когда вы у микрофона, что нельзя есть, что нельзя надевать, но нельзя есть перед тем, как вы будете что-то озвучивать, особенно для большого кино. Но нельзя есть кофе, шоколад, лимон, печенье. Почему? Потому что и кофе, и шоколад, и лимон вызывают обильное слюноотделение. Несмотря на то, что сейчас присутствует огромное количество всяких там плотинов или слюнерезок, ни один звукорежиссер не будет вам благодарен, если, значит, он будет после вас сидеть и вырезать, да, резать эту слюну со страшной силой, да. Также нельзя есть там, я не знаю, лук, чеснок, еще какие-то. Почему? Потому что если вы идете, будете озвучивать какую-то романтическую сцену, у вас просто на губах будет вкус неправды. Вот этот вкус неправды очень будет вас сильно раздражать, потому что, либо, если вы озвучиваетесь вместе с партнером, то будет раздражать партнера. Потому что ни один человек в жизни, когда идет на свидание, он, значит, да. Но только если эпидемия гриппа, и оба заранее, значит, согласились и поели, тогда может быть можно. А так это, в принципе, действительно то, что мешает, на ассоциативном уровне мешает артисту действительно озвучивать. Что нельзя надевать перед микрофоном? Всякие бренчащие украшения. Потому что, ну, вот, особенно это касается девушек, потому что, ну, артистки идут, значит, они всегда на смену, надевают все самое лучшее, побольше каких-то красивых сережек, значит, там, многоступенчатых, да. Все это же бренчит у микрофона, поэтому приходится, значит, все это снимать. Одежда и обувь, они должны быть не шуршащими, не шелестящими, не скрипящими. То есть кожаные штаны, допустим, и какие-то там шелковые рубашки, которые, вот, просто ты руку поднял, и она уже зашелестела, это все не годится. Также часы и прочие всякие браслетики, вот, звуликалочки на руках, их тоже нужно будет снимать. Потому что часы, даже стрелка, в принципе, слушает. Ну, если это не электронно. Ну, я уж не говорю о мобильных телефонах, которые в ТАТе нужно выключать и здесь. Также обильная косметика, духи, всякие антиколоны, потому что, опять-таки, все хотят выглядеть хорошо, вот, пахнуть хорошо, но наушники, к сожалению, не у каждого свои. И обычно, вот, я прихожу вечером домой, и мне жена всегда говорит, а тебе опять пахнет духами. Вот. И я говорю, ну, я последний подходил к микрофону, а дозвучивал титры какие-то. Да-да-да. Причем она сама звукорежиссер, она прекрасно знает, как это бывает. Но вот, знаете, да, ну да, так. Еще и детям, говорит, идите, понюхайте папу. И есть такие, есть артисты, мужчины, которые так обидно себя поддевали эти колонны, что ко мне подошли другие артисты и попросили, можно его больше вызывать. Потому что, когда, в общем, массовые сцены озвучивали, а он чем-то таким душился, что, в общем, это действительно было невозможно находиться в одном зале с человеком. И вот таким образом он сам не понимает, то есть ему намекали, несколько раз говорили, но он продолжал, и в результате запах у него остался, а работы не стало. Также нельзя чекать и кашлять в микрофоне. Если очень хочется чекнуть и кашлять, то нужно отвернуться и, значит, покасать, потому что уши звукорежиссера и режиссера озвучания, это, на самом деле, такой дорогой инструмент. Они, как бы, им работают, и когда вы покажете микрофон, вам кажется, что тихо. Для них это произошло, как некий взрыв. Соответственно, еще сейчас очень любят многие себя снимать во время работы и выкладывать потом в соцсети, как я работаю, посмотрите, вот, да, я озвучу, да, сяк, как бы, это такой ложный посыл, что этим они продвигают, значит, профессию актеров. Мне кажется, что все это ерунда. Потому что в этот момент человек, он не отдается целиком работе, которую он делает, не отдается той роли, он прежде всего думает о соцсетях. Вот, это не очень правильно. И вдохновение и внимание – это такие очень эфемиарные вещи, которые очень важны для артиста, но они, благодаря вот этим постоянным съемкам, когда артисты выкладывают, ну, не только артисты, сейчас все снимают, да, во всех соцсетях себя выкладывают, кто что поел, значит, кто куда сходил. Мне кажется, что нужно какие-то только, может быть, основные моменты в жизни отмечать. А артисту так вообще нужно прятаться, чтобы ты не знал такое в жизни. Артист должен о себе говорить своими ролями. Если ты видишь, значит, что он в жизни такой, а в роли по-другому-то как существует, у тебя начинается диссонанс. Ты не понимаешь, где он правду, что делает правду. Вот, чтобы произошло чудо, не надо отвлекаться, и тогда произойдет чудо. Если у кого-то есть вопрос, я могу… А можно так, без микрофона? Без микрофона давайте. Сео, скажите, пожалуйста, в основном вы слышите, что есть в соцсетях, по чьей-то? Есть адрес CD Projekt? Я… Ну, этот вопрос, прежде всего, можно адресовать им. Но мы вот тут недавно были на фестивале типа Комик-Кона в Алмате, летали с женой. Там ко мне подходил представитель CD Projekt. Они хотят вернуться. Они просто мечтают об этом. Ну, просто так сложилось, они сами не больны выбирать. Буду надеяться, что… И они вернутся, и я вернусь в роли Ведьмака. А вам сам этот герой прижился в жизни, или вы больше… Дерой в жизни? Да. Нового чувства? Прижился. Ну, во-первых, как в моей жизни после игры случилось еще и… Романа Сапковского в аудио, в реанте, который мне издательство АСТ предложило. И я с удовольствием погрузился еще раз в этот мир Сапковского. По тому же я был не только Геральтом, а всю палитру персонажей посчастливилось. И я должен сказать, что я не могу… Ну, это хорошая литература, особенно для тех, кто любит фэнтези. Не великая литература. То есть великая – это все-таки Достоевский полстой, да? Но это хорошая литература, которую можно найти даже, особенно там в шестой, седьмой части, какие-то параллели с нашим временем. Ну, Геральт – хороший герой, тем более, раз он влюбился. У меня вот… Цинь сейчас должен приступить к игре, значит. Ведьмак 3, наверное, нет? Да, я не знаю, какой он купил. Да, узнаем его мнение. Да, я ценю его взгляд. Да, он необычно как бы критикует какую-то озвучку. Так, посмотрим. Спасибо. Да. Да. А микрофон? Микрофон у меня, может быть, я тогда вопрос задам. Да, давайте. Меня зовут Екатерина, коллеги. Я думаю, что больше вопросов будет про дубляж. Вот, у меня… Мы с вами встречались в апреле на тотальном диктанте, и в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос. Аудиокниги. Какое место занимают в вашем творчестве? Какое вы место сами отводите вот этому творческому направлению? И второй вопрос. В виде вашей записи, как вы подготовились к встрече с нами. Книги. Какое место занимают? Спасибо. Книги занимают очень большое место. И не только во времени, но и в пространстве. Я думаю, что меня уже скоро из дома выгонят, потому что у нас очень много книг, у нас постоянно какие-то новые появляются. Я просто люблю читать. Я не играю в комбирные игры, я больше, наверное, не киноман, а вот именно я люблю читать. Соответственно, я в своей жизни сейчас читаю и как читатель, и плюс еще как исполнитель. Достаточно много аудиокниг, потому что там большая частью ядра одного издательства. Так сложилось. У нас там очень хорошее взаимоотношение создать Новый Союз, там много разных интересных, и там такой большой подвижник продюсер, который этим занимается, что продвигает большей частью все-таки какие-то Владимира Воробьева, какие-то, может быть, неизвестные книги исторические, или бы незаслуженно запытая какая-то литература. Но в то же время еще в других издательствах, допустим, мне посчастливилось озвучить пять романов Достоевского, это большое счастье, я вам скажу. Но это та литература, которую ты прочитал, и хочется открыть снова и читать заново, потому что Достоевский так устроен, и невозможно его открыть с одного раза для себя всего. Поэтому книги занимают достаточно много времени. Вот продюсер все ревниво относится, я прихожу с какой-то другой книгой на запись, он говорит, ой, это вы для кого читаете? Я говорю, это для себя. Ну, сумасшедший. То есть порой, как в детстве, в студенчестве получалось, что я читал три-четыре книги параллельно, потому что там что-то для зарубежного театра, что-то для зарубежной литературы, а что-то для себя. Так и сейчас у меня получается, это для одного издательства я читаю, это я для другого издательства читаю, и еще немножечко для себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваше страну большое, особенно по озвучке для Джоя, у вас не опасен, а просто мурашки, большое спасибо за видео. Спасибо. А вопрос, что бы вы посоветовали для развития дикции? Для развития дикции? А для чего ее развивать? В принципе, сейчас нужно ее всем развивать, потому что даже вот ты приходишь в ресторан, блюдо какое-то заказываешь, там, и спрашиваешь, есть у вас там тот или тот, а официант говорит, да, мы собираем, есть ресторан, вот, и ничего не понятно. Раньше все-таки как бы некая культура речи, она присутствовала, сейчас все ускорилось, от этого, видимо, меняется речь, меняются дикции, но хорошая дикция, согласен, никому еще не помешала. Опять-таки, если вы собираетесь при помощи дикции зарабатывать, это одно, а если просто хотите быть культурным, интеллигентным человеком, это другое. Есть огромное количество учебников по сценической речи, там, в зависимости от того, у кого какие проблемы, можно эти проблемы решать, при помощи разных скороговорок, словосочетаний, речевых, потому что тех же самых, опять, и артистов учат говорить разными интонациями, просто вот такой, там, а-баба-ага-да-жа-за-ка-ла-ма-на-па-ра-са-та-фа-ха-ца-ша-а-ща-ща, вот, длинный такой, и там, совершенно каких-то, там, пи-би-ни-пи-фи, по-баба-на-па-фа, по-баба-на-па-фу-па, там, вот, все это есть. Оно поможет. И, опять-таки, как в Древней Греции пробку в рот, значит, засовывали, чтобы хорошая была Диция, выступала, значит, это все присутствует, огромное количество, даже можно там, как бы, позаимствовать. Спасибо большое. Не что? Ну, Древней Греции были так, там. А вот, сейчас, кончу, там. Да? Добрый день, я Лукао. Добрый день. Я раньше, в Телии, смотрел, приеме не ступляжом, после сегодня, мы больше смотрели. Просто вот такие интересные моменты, я относил, почему я раньше не смотрел ступляжом, не смотрел в оригинале. Бывают обычно вот такие моменты, которые связывались с акцентом, вот, кто говорит, с акцентом, да, например, вот акцент английский, ангелет, акцент американский. И, например, такие доли шуток и припорок, которые связаны с общество, например, негр, извиняюсь, афроамериканцев, например. А вы еще вот, и как отходите вот такие моменты, креслами? Я понял. Смотрите, действительно, у них огромное количество существует акцентов и говоров каких-то, даже в одном Нью-Йорке там, так как там густонаселенный город и там сто разных, может быть, говорков внутри одного города. Другое дело, что если мы будем какой-то и в техасский акцент делать с Нью-Йоркским акцентом, это будет как-то странно. Вот, поэтому тут зависит от самого фильма и принимается решение. Если кино это все-таки некий такой драматический фильм, когда драматические составляющие на первом месте, то акцент правдоподобно сделать очень сложно. И тогда вот малейшая какая-то фальшь, она будет нивелировать то, что главное в этом фильме это драма, да. Тогда, ну, там не так много у нас здесь присутствует, допустим, артистов, которые американцы там, либо французы, либо итальянцы, которые говорят по-русски, и можно было бы использовать их. Вот это очень сложно. Поэтому в большей части это работает в комедии. Была такая комедия, она дурацкая, с Адамом Сэндлером, не шутите, с Зоханом. Но там, да, если кто видел, вот там это использовалось. И мы дубль же использовали, потому что там 50% персонажей, они такие, говоря, немножечко, с таким одесскими, опять-таки, мыслями. А половина, там, с арабским акцентом, у нас это был такой, скажем, среднекавказский, таджикско-киргийский, плавающий, в зависимости уже, как бы артистом было. Не у каждого артиста, опять-таки, это получалось. Потому что рассказать анекдот коротко – это одно. А достаточно долго существовать в этом – это сложно. Был такой фильм «Капитан Филлипс», что касается драматического кино, там сомалийские пираты берут судно в плен. Вот там приходилось сомалийских пиратов делать тоже с акцентом. Почему? Потому что, ну, такова правда жизни, они не понимают, значит, что-то с субтитрами, когда они между собой разговаривают, чтобы их главный герой не понимал. И когда они говорят по-английски, то по-русски тоже. Вот там мы брали, мы нашли, значит, одного артиста, он не сомалиец был, но он именно, значит, афроамериканец был, который говорил с акцентом. Мы в первом записали его, а второй артист наш, он уже из «Капитан Смолицев» озвучили. А артисты наши уже снимали акцент вот за этим афроамериканцем. И там это получилось очень достойно, на мой взгляд. Но супервайзер, который там же присутствовал от американской стороны, он рассказал, что в Японии целиком никаких акцентов не делали, там как бы японцы дублировали целиком японский язык. А я говорю, почему? А потому что, говорит, мы субтитры делать нельзя, мы весь сомалийский язык дублируем. Говорит, ну а как же, смысл затеряется? Говорит, нет, нет, наш зритель не воспринимает субтитры. Говорит, ну это же неправильно, как японцы. Говорит, да-да-да, вы все правильно говорите, да, но у нас субтитров не будет. А я говорю, ну подождите, ну а вот пираты тогда должны говорить по-японски с акцентом? Японцы говорят, да-да-да, абсолютно точно, вы абсолютно правильно говорите, но наш зритель акцент не воспринимает, поэтому будет говорить на чисто японском. И таким образом, японцы молодцы, они отстаивают свой культурный код, свою ментальность японскую, делают так, как привычно их зрителю. Вот, таким образом. Ответил? Вот молодой человек первый. Здравствуйте, Силоват. Меня зовут Ярослав. Хотел спросить, насколько изнурительно было озвучивать серию The Elder Scrolls 4 Oblivion? О, кого? The Elder Scrolls 4 Oblivion. Потом озвучили Люсиена Лошанца, других персонажей и The Elder Scrolls 5 Skyrim. Вы Майвериду читали? Майверида. У него есть роман «Псадник без головы». Это я. Я убью тебя. Потому что я, к сожалению, не все помню из того, что название знакомое. Даже вот имя мне уже не первый, Люсиен Лошанц называете, но я, честно говоря, не помню, насколько это было изнурительно. Там что-то такое происходило, что изнуряло. Ну, насколько я знаю, все актеры-дубляжа там больше 50 тысяч фраз озвучили. Больше чем 50 тысяч. 50 тысяч фраз, то есть там диалоги NPC. Ну, это же все не за один день происходит и не в сумасшедшую жару. Поэтому тот же «Ведьмак», вот из того, что я помню, Лошанца не помню сколько было, а «Ведьмак», там даже, наверное, больше фраз. Но это в течение года все происходит и не каждый день, но ты, в общем, ходишь на озвучание. Тяжело говорить. Тем более, когда ты говоришь один, больше четырех часов, наверное, тяжело говорить. То есть вот такие смены по четыре часа с небольшими перерывами. В течение года и не каждый день вот в «Ведьмаке» было так. Там, скорее всего, приблизительно так же. Ну, за «Ведьмака» вам большое спасибо. Собожник, нервную курицу, вторую очередь. По количеству матов. Смотрите, в «Ведьмаке» есть две версии. 18+, и версия цензунная. Меня удивляет, что все почему-то выбирают версию 18+. Как более естественного? Во. Какой будешь предлагать Стим? Ну, я вам так скажу. На самом деле, там же, чем меня радует даже, по крайней мере, «Ведьмак», там мат, ну, по крайней мере, у «Ведьмака», когда он к месту, он не говорит его через слово. Он его говорит только, когда это действительно уже вывалось и достало, да? Тогда мат вообще, ну, в любом искусстве должен быть в подтексте. Вот артист его должен уметь так, чтобы, понимаете, он не произносит, а вы слышите, что он сказал там, внутри себя, да? Вот это прозвучало. А вот, опять-таки, пример моих детей, они часто говорят, что наш папа не ругается матом. Ну, вот не ругается. И тут же им одноклассники выкатывали «Ведьмака» и говорили, а это что? А вот, я говорю, это не я. Это не я, это персонаж ругается, потому что, ну, вот так получилось, что его достали. Вот его достали. И это вышло на поверхность. И мне кажется, что вот когда, во-первых, очень малому количеству людей идёт материться. Сейчас, как бы, если ты идёшь, как бы, в наше время вот было не принято, чтобы ругались матом, да? О том, чтобы в присутствии девушки не принято было, когда девушка была. О том, чтобы уж девушки сами ругались, тоже было не принято. Оно было как-то вот так. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, что хорошо. Но я так вот воспитываю, да? Соответственно, есть люди, которым это идёт, которые ругаются матом, и это слушается как песня. Но таких людей я в своей жизни встречал не очень много. Есть замечательный писатель Юса Лешковский. У него есть поезд «Николай Николаевич». Там она от лица зэка. И там вот тоже вот он ругается. Это звучит как песня. Это красиво. Это правда. К сожалению, сейчас во многих случаях все же в жизни постоянно ругаются. Но есть правда жизни, а есть правда всё-таки художественного творчества. Она немножечко другая. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Был ли случай в вашей карьере, когда вы намеренно отказывались от подзвучки какой-то роли из-за того, что вам был неприятен и неинтересен персонаж? Вот такой был какой-то случай? Ну да, бывало. Такое бывало. Бывало, когда я приходил, но это отчасти ещё и производство. Поэтому ты приходишь и вдруг ты видишь там, ну про одного, допустим, скажу, Майкл Дуглас, который, на мой взгляд, совсем не мой артист, но почему-то режиссёр вот решил позвать меня. Я говорю, ну это не моё. Это замечательно там делал Владимир Ерёбин, но так получилось, что меня потом, значит, там продюсер уговаривает, потому что уже нет времени там, другого времени на озвучку нет. И я берусь озвучивать то, что, ну, на мой взгляд, того персонажа, которого озвучивать не могу, не подхожу я до него. Были ещё такие случаи, когда, да, приходилось отказываться от некоторых документальных фильмов. Почему? Потому что ты заведомо знаешь, что там будет написано, да, правду не напишут, а тебе придётся врать, да, про тот или иной выбор человека. Поэтому мне приходилось отказываться. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Какую мультяшную роль вы озвучили в первом? В «Котах в сапогах» или «Зелёного гоблина» из «Шеркового». «Зелёного гоблина»? Да, вы озвучивали «Шеркового». Я озвучил «Зелёного гоблина»? Да. Роль Бельшкинского, что ли? Нет, нет. Именно «Зелёного гоблина» в «Шеркового». Нет, первый мультяшный уровень своей жизни, который я озвучил, это был «Крокодил» в сериале. «Русалочка». Это у меня так получилось, что я первый раз встал к микрофону ровно в день своего 25-летия. И мы там в паре с артисткой эмулью Маркелычевой озвучили пару злых крокодилов, которые противостояли «Русалочке», какие-то козни строили. Вот это был самый первый мой опыт в мультфильмах. А «Зелёного гоблина» не помню. Допускаю, что он был в моей жизни. Удивительный спайдермен, когда он попадает на другую землю, и там появляется активный «Зелёный гоблин». Вот человек справа спрашивал «Полошался», я тоже самое. «Всадник без головы» на этот счёт. С чего, к сожалению, запомнить не удаётся, потому что, как говорил Шерлок Холлс, чердак начинает забиваться и выкидывать какие-то ненужные вещи. Но, к сожалению, вместе с ненужными он выкидывает и нужные, поэтому какие-то книги я вынужден перечитывать, аж через год уже не помню сюжета «Кто убийца». Ну, хотя бы как в «Сапогах» помню. Хотя в «Сапогах» помню, да, и как «Проба» были помнены, конечно. То есть вы подарили свой голос Антонио Бандерасу, правильно? Там были «Пробы», на самом деле. Пробовались разные хорошие артисты. Антонио Бандерас, если вы понимаете, он говорит по-английски с испанским акцентом. Я с испанским акцентом говорить не мог, поэтому в случае с «Котом» мы брали другим. Скажем так, могу выдать небольшую тайну, что «Кот» — это микс тех «Котов» из моего детства, которых я любил. Из наших мультфильмов, если вы видели «Голубой щенок», где Арина Миронов озвучила «Кота», «Кот», а «Колягин», и «Коэт» не «Простоквашина», «Кота» Таня Баков. «Кота Леопольда» озвучили разные люди, и в том числе Андрей Миронов, и «Колягин», и «Арусей Ильих Азанов», по-моему, озвучил. То есть это такой вот сборный «Кот» получился. То есть вы сделали русского кота? Да, он по-русски говорит. Ну, это понятно. Ну, плюс еще, да, он и думает по-русски немножко. И там текст какой-то такой получился. Так, меня любят сегодня процитировать, что он говорит, для тебя, пупсик, я могу быть кем угодно. Спасибо. Это, на самом деле, моя такая легкая роспись. Я словом «пупсик» расписываюсь иногда в фильмах. Тогда работаю как режиссер дубляжа, потому что на английское «baby» по губам лучше все ложится «пупсик». Ну, а потом как-то так повелось, что, в принципе, в большинстве фильмов, если есть куда вставить, то обязательно «пупсик» звучит. Вы можете понять, что, а, это значит «Кузнецов», скорее всего, дело. Да. Да. Максим, вы хотели осветить вкратце тему искусственного интеллекта по поводу дубляжа. Искусственный интеллект в дубляже. Как опасно и есть странно, так скажем, что… Я для себя, что касается искусственного интеллекта в дубляже, я для себя уже давным-давно все это понял. И нужно бояться, прежде всего, я уже несколько раз тоже говорил, нужно бояться, прежде всего, не артистам дубляжа, а нужно бояться всем людям. Почему? И нужно бояться плохим артистам дубляжа. Что артисты, которые не умеют думать, которые не умеют действовать, на сцене или в кино у микрофона, да, вот их очень просто искусственный интеллект может заменить, потому что они уже, как бы, они меня озвучивают, они вживаются в персонажа, они просто читают текст. Вот искусственный интеллект умеет читать текст. Думать он не научился. Если он научится думать, то он первым делом посмотрит «Керминатора», и вы еще его полезли бритвы, и не будет думать о том, как отобрать работу артистам дубляжа. Он пойдет мочить всех, опять-таки, людей, потому что мы конкурирующая, значит, раса на этой планете, поэтому искусственный интеллект будет избавляться от нас. Это того же языка Азимова, если там три правила, вот это техники читали, как мы, да, это... Вот, да, соответственно, как бы искусственный интеллект будет заниматься этим, а не отбирать работу артисту в дубляжае на свое время. А на данном этапе, когда мне какие-то присылают примеры, вот, видишь, как бы, твоим голосом, там, как вот, квитмакатом или еще, что-то вот озвучили. Я говорю, ну, вы же слышите, что это... Ну, где-то тембрально похоже, но за этим мысли нет, и вообще, как бы, ну, это звучит ужасно. Если человек... Я говорю, ну, если вы любите резиновую женщину, я вам ничем помыть не могу. Вы выбираете, опять-таки, натуральный продукт или он, значит, ложный. Спасибо, пожалуйста. Вы же не понимаете? Ну, вот, артист. Так, господин Алексеевич, у меня там такой вопрос. Насколько я знаю по вашему интервью, вы не особо одобряете пиратские озвучки. Но вот с точки зрения нарабатывания опыта для молодых актеров-озвучаемых, то вы можете посоветовать, если, собственно, идти к пиратам, потому как ты пока что не можешь пробиться хорошей студией. Нет, смотрите, чтобы набираться опыта, для этого совершенно не обязательно идти к пиратам. Так? Опыта можно набираться практически на какой-то, опять-таки, на старом российском кино, на старом советском, я не знаю, на старых, да, тренироваться. Слушать? Нет, не только слушать. С вами пытаться озвучивать. Я не очень силен в технике, да, я не знаю, каким образом, но какие-то плагины убирают звук с дорожки. Вот я вам, конечно, просто покажу маленький пример. Артисты, вот она сейчас выпустилась, да, у меня есть другие, просто чтобы время не терять. Дмитрий, можно номер 4 включите, пожалуйста. Это демо, которое девушка сделала, когда училась в Черкинском училище. Я там какое-то время преподавал, значит, факультатив по звучанию. Можно номер 4? Сейчас мы уже закончим. Сорока Голубок, Ты здесь моего хвоста не видала? А вон, на прибежке, чей хвостик лежит. Нет, мальчик, а? Ну что ты? Это какой-то зайчик хвостишка. Да это очень не тяжкие, лотные хвости. Теперь все такие носят. Бери его, бери его, Буба, носит здоровье. Вот, мне говоришь. Да, ничего. Вот. Я знаю. Но, знаешь, обычно все наоборот. И я шла в 15 лет, словно обычная девочка, а ты вдруг приснился, что я принцесса. У меня и так хватает всяких разных недостатков. А то еще и корон. Презиняем мне тоже. И чай для этого по-съянски. И до полудействия, даже не браконы сняли. Чайки-то довольны. Девушки, работают. Да? А я чувствую сюда вообще, когда на роль шла. А я в царя в жалую гневную. Я хорош, что не нажал? Жорж сам на нее запал. Еще и случая. Случайно? Ты такой наивный, я не могу. Она специально вокруг нее. И тебя скоро будет, вот увидишь. Анасин, а у вас проще. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Старее? Это часть ответа, как видите, для пробы пера, для каких-то первых моментов, что-то лучше, что-то слабее, что-то, ну, так может быть. Человек на этом, опять-таки, практикуется и растет. Что касается пиратских озвучек, но, к сожалению, это некая данность сейчасшнего времени, и каждый из артистов выбирает сам, участвует или не участвует, потому что, ну, к сожалению, это связано еще с неким заработком, да, но нужно понимать, что если вы делаете то, что вы не желали бы, чтобы делали вам, тогда-то прилетит. И, допустим, одной девушке тут же прилетело, значит, там, она занималась пиратскими озвучками компьютерных игр, и тут у нее украли голос. Для искусственного интеллекта, как бы, значит, где-то использовали в других фильмах для взрослых таким образом. Естественно, что это как не расплата, как не картина. Ну, или там, артист, который, наверное, сочиняет музыку, да, вдруг обнаружит и занимается пиратскими озвучками, а музыку свою обнаружит в чьем-то фильме, вдруг использует. И скажет, как же так, это же пиратство. Но ты занимался только что тем же самым. И просто вернулась энергетически. Это сложный вопрос, на самом деле, потому что кому-то нужно кормить семью, кого-то я понимаю. А я для себя просто избрал тот путь, что я, как бы, в этом не участвую. Вот и все. Скажите, пожалуйста, опланируете ли вы еще в будущем все-таки открыть свои курсы, потому что очень хотелось бы именно у вас поучиться мастерству. И как вам можно отправить демо? Спасибо. Ну, демо можно отправить каким-то образом найти в соцсетях, наверное, да. То есть в ВК можно вам отправить? Да, ВК, да, да. Либо на самом деле можно направить на мосфиньмастер. Куда отправляли? Отправляли? Ну, значит, почему-то, может быть, как бы... Обычно они все передают. Вы поймите, что еще есть такая волочная тема, как конкуренция. Ведь вы можете отправить демо, не получить ответ. Почему? Потому что, как раньше в литературной газете, там писали в любом журнале, рукописи принимаются, но они лицензируются и возвращаются. Возможно, просто на это место существует, как бы, уже тембрально несколько просто похожих голосов. Соответственно, нужно продолжать верить в себя, практиковаться и стучаться во все двери. Если суждено, то произойдет. Спасибо большое. Можно, да? Всем, Борис, добрый, добрый. Всем, Борисыч, кто? Да. Я здесь. Егор, очень приятно. Вопрос о реализации себя как актер. Также занимаемся удаленно. Все, к сожалению, пока держится на операции, потому что ни средство, ни пока территориально не позволяет развиваться, выйти даже в то же выше. Вопрос. Какое место вы относите к высшему учебному степенью актеровскому? Если Юга Щерка стоит ли там учиться, чтобы выйти в Альцарм? Ну, безусловно, учиться стоит, на самом деле, потому что любой вуз, там могут быть разные педагоги, разные мастера, у всех своих настроений, но учиться, безусловно, нужно. В общем, если вы пойдете к стоматологу, то стоматолог, в общем, как бы, прежде чем начать вам делать зубы, шесть лет будет где-то учиться этому профессии. Если вы полетите на самолете, вы наверняка захотите, чтобы... Вот я тут недавно сейчас летел в Екатеринбург, сажусь в самолет, и первое, что говорят, как бы, да, женский голодник, да-да-да, я командир корабля, там, Василия Симбакарова, первое желание было выпрыгнуть, вот, и я сразу начал, значит, смотреть, действительно уже есть женщины-пилоты, и как бы себя, все нормально, все долетит. Да, нормально, ну, никакого сексизма, но это необычно было для меня. Поэтому профессия нужна быть, потому что ты должен себе узнать какие-то кнопочки, пройти через те самые этюды, через все упражнения первого курса, найти, где у тебя включаются эмоции, научиться смеяться, научиться плакать, не у каждого артиста это получается, но все-таки познать самого себя, счистить те наносные какие-то комплексы, которые мы приобретаем в жизни, узнать свои плюсы, свои минусы, соответственно, минусы прятать, а плюсы использовать. Для этого и существует образование. Человек, который не получил некую базу, он очень быстро, если он будет, только пойдет на курсы дубляжа, которые настроены только на то, чтобы с вас срубить денег на самом деле. Вы в какой-то момент, может быть, попав к разной степени талантности людям, будете расти до определенного уровня. Потом потолок наступит очень быстро, вы от него оттолкнетесь, и начнете, значит, снова опускаться вниз. Потому что все-таки нет базы, нет основного, ради чего вы идете в актеры. Любой артист, самый успешный в конце своей жизни, прежде всего вам скажет, сыграв огромное количество ролей, будь то это гениальный там Смахтуновский, кто угодно, он прежде всего скажет, уходя, что он не реализовался. Что жизнь прошла, а реализации не произошло. Он не сыграл то, что должен был сыграть. И я в своей жизни, вот сейчас уже стоя, там, пройдя две трети, там, должен сказать, что я не сыграл то, что я должен был сыграть в своей жизни. При том, что, как бы мне повезло, я бы участвовал в каких-то знаковых проектах, но то, чего я мог бы сыграть, я не сыграл, уже не сыграю в силу возраста. Ну, делать какова жизнь. Поэтому пока молодой нужно стараться получать, прежде всего не учиться на оценку, а учиться для самого себя. Вот и все. И в дополнение к предыдущему ответу, достучаться. Куда стучаться? А мы сказали, стучаться в бездельных. Но опять-таки, если вы постучали, в этот момент не открыли, значит, там люди заняты. Нужно подождать, постучаться снова. Либо проанализировать что-то не так в написанном, что-то дополнить, что-то поменять и постучаться снова. Как в русских сказках. Вы идете, камень, на нем написано, пойдешь налево, то-то, пойдешь прямо, то-то, пойдешь направо, то-то. И только мы сами выбираем, куда мы придем. Если вы будете все время стучаться в камень, и никуда не пойдете, то проведите жизнь возле камня. Спасибо большое. Конечно. У нас уже, да, истекает время, насколько я понимаю, о нашей сегодняшней встрече. Да? Вот на меня, да. Юля смотрит, да. Спасибо вам огромное за то, что вы слушали. Спасибо за интересные вопросы. И всего вам доброго. До свидания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ